Приветствую всех на канале SEO Quick. Меня зовут Николай Шмычков и сегодня мы поговорим про такую интересную тему, как влияет ли тема веб-сайта на продвижение сайта. Конечно же, мы сейчас будем говорить о сайтах, которые реализованы на каких-то CMS, но не написанные на самописи. И многие сайты, которые реализованы на CMS, для облегчения своей работы используют уже готовые темы. Темы существуют как платные, так и бесплатные. Яркий пример, сейчас мы посмотрим, какие существуют бесплатные темы и, допустим, в объем WordPress themes и посмотрим, сколько их существует. И, допустим, в объем запрос Best WordPress themes и посмотрим, какие существуют. И самые популярные темы вот можно открыть на отдельных сайтах и посмотреть, какие WordPress темы, кто предлагает. И вот мы видим, вот есть самые популярные WordPress темы на текущий момент 2021 года. Их целых 40 штук. Допустим, тема Дивида, там солидат тема. Вы, может, видели, даже где-то их видели, узнавали эти темы на ряде сайтов. Javelin, вот такая тема сайта. И на многих сайтах можно увидеть хорошие обзоры, лестные обзоры относительно таких тем. И, конечно же, тема очень сильно облегчает создание сайта, потому что по факту вы берете, распаковываете уже практически готовый сайт, заменяете картинки, добавляете свои страницы. У вас уже есть все готовое. Просто заполни, добавь свой контент и получи продвижение, как говорится, Grab&Go. Вот, есть тема InCode и на самом деле многие темы можно посмотреть, посмотреть сколько они стоят и тому подобное. То есть, многие темы являются платными, есть и бесплатные темы. Даже наш сайт SEOquick сделан на определенные темы. И самое интересное, хотелось бы посмотреть, а как влияет тема веб-сайта на продвижение? И действительно, а влияет ли выбор темы на продвижение сайта? И действительно, над этим вопросом многие бьют голову, потому что есть такая проблема, что многие, покупая сайт на определенной теме, неправильно выбирают изначально тему. Во-вторых, забывают убрать ненужное. В-третьих, неправильно учитывают структуру этой темы и таким образом получается в сайте чехарда. И действительно, есть такая особенность, что ряд тем может негативно сказаться на продвижении сайтов. И соответственно, если же это скажется негативно, то вопрос, а какие темы влияют позитивно? И то есть, есть ли темы, у которых действительно очень высокие показатели продвижения? И соответственно, есть оптимизированные темы для WordPress, есть определенные темы, которые SEO-френдли. Да, на самом деле, есть и такой показатель. На самом деле, большинство платных тем потихонечку подтягиваются к этому показателю. Но ключевые показатели это же скорость загрузки, это резиновый дизайн и, конечно же, простая навигация, удобная настройка SEO-шки просто из-под капота и чистый код без лишних элементов. И на самом деле, такие темы есть. Единственный момент, статья, которую мы смотрим, в данный момент она разваленная. То есть, многие темы относятся из того списка, которые мы смотрели. Собственно, те темы, которые мы просматривали на ряде сайтов. Вот самая популярная тема Divi даже имеет свой собственный сайт, собственную страничку посадочную, где вы можете посмотреть ее полностью, работоспособность, весь ее функционал. Итого, говорится, если пикаем тему, которую мы будем использовать для продвижения, можно найти огромный обзор тем. Давайте посмотрим, какие это. Тема называется схема. Вот, можем ее сейчас посмотреть, что это за тема. Вот, собственно, самая быстрая WordPress тема. Выглядит она вот так. И давайте посмотрим дефолтную эту тему. Вроде бы, ну, простой такой сайт, да, вот магазин. Ничего особенного, простенький. Но эта схема считается одной из самых быстрых тем, самый юзер-френдли для пользователей. И тут, в принципе, как вы видите, есть большинство элементов. Для буржа небольшого магазинчика с блогом она прекрасно бы подошла. Вторая тема, собственно, это Divi, да, вот эта самая Divi, которую мы смотрели. Вот, сейчас мы на нее посмотрим более детально и посмотрим, как она работает. Давайте откроем ее и увидим, как выглядит сайт на этой теме. Как мы видим, он долго подгружается. К сожалению, тема грузится долго. Мы хотели всего лишь на тебя посмотреть. Посмотрим по скриншотам, потому что по-другому нам не включено. Но, в принципе, выглядит довольно симпатично. Есть call to action, есть интегрированный блок, интегрированные формы, раздел с отзывами, раздел уже готовый с галереями. Очень много вариаций, как ее можно настроить. И мы сейчас это сделаем. Вот, есть, собственно, отдельные посадочные страницы, которые можно себе внедрить. То есть, тема, на самом деле, упакована даже для покупки уже очень хорошо. Следующая тема, это Growth Press. Выглядит она, как такой неплохой простенький сайт. И мы можем увидеть, как выглядит дизайн этого сайта. Да, довольно такой простой и симпатичный. И вы видите, без каких-либо заморочек. Есть возможности покупки. То есть, все уже реализовано и, как говорится, из-под капота. Также тема Massive Dynamics. Не буду на ней полностью останяться. POFA, Honorable Mansion. Это темы, которые считает Мэдди Осман, в частности, да, из этой статейки, оптимально оптимизированные посевы. Что значит, они оптимизированы посевы. Они быстрые, у них адаптивный дизайн. В них внедрена микроразметка для соответствующих типов страниц, что очень важно. И, фактически, у них есть все типы страниц для разного типа контента, которые нужны для таких типов сайтов. То есть, вам не нужно изобретать велосипед и постыли. И, конечно же, чистый код. И, конечно же, ради чего мы сегодня собрались. Действительно, Джон Мюллер подтвердил, что веб-сайт тема влияет на SEO. Поэтому темы веб-сайтов влияют на SEO. Специалисты по дизайну, по поисковой оптимизации должны знать, что грамотно вы должны выбирать тему сайта. Они опубликовали короткое видео, в которых вы можете посмотреть, как влияет выбор темы на продвижение сайта. И, собственно, что очень важно, сказал Джон Мюллер. А Джон Мюллер сказал, легко выбирать темы веб-сайтов, потому что, как говорится, вы выбираете просто нужный цвет поверх уже готовой структуры. Но, правда, этого недостаточно. Что влияет на то, как, говорится, будет воспринимать Google вашу тему? Это, конечно, заголовки, это контент в виде текста, это изображение, это перелинковка между страницами, это время загрузки страницы и грамотно выбранная микроразметка. Вот, хорошие темы облегчают поисковым системам понимание контента. И Мюллер подтвердил, что изменение темы на старом сайте позитивно скажется на вашем продвижении. Если у вас старый сайт, на нем старая тема, и вы понимаете, что вам нужно как-то обновить свой сайт, помните, что обновление темы иногда на вашем сайте может позитивно сказаться на SEO, если вы, конечно же, хорошо перенесете контент. Поэтому вы должны понимать, что вам нужно делать. Конечно же, из рекомендаций попробуйте темы на тестовом сайте, если вы не знаете, какую выбрать. Поднимите какой-нибудь тестовый сайт, заполните его контентами, посмотрите, как он индексируется, занимает ли он позиции по низкой конкуренции ключа. Добавьте туда контент с предыдущего сайта, когда вы уже выбрали тему. Очень важно, когда вы будете работать, заблокируйте индексацию тестового сайта, чтобы Google случайно его не просканировал. Вот, и изучите HTML-код, сделайте его технический аудит, чтобы у вас не было никаких проблем. Также очень важно, изучите перелинковки с каждой старой страницы на новую и проверьте, чтобы ссылки разных страниц у вас не пропали. Потому что самая частая проблема, это при переезде можно наткнуться на ряд ошибок. Что происходит, если вы меняете свой WordPress тему? Конечно же, вы перед тем, как сменяете темку на WordPress, вы должны сделать бэкап своего сайта. При любых вариантах, бэкап даже нужно сделать обязательно. Даже когда вы будете работать на тест-надояне, потом перельете, делайте заранее бэкап. Первое, что теряется всегда, это меню. Меню при переезде с темы на тему всегда другое. В каждой теме иногда оно может отличаться по логике, поэтому менюшку и мы рекомендуем максимально тщательно продумать, чтобы в ней не оказалось, что вы потеряете какие-то навигационные элементы. Также у вас изменятся настройки виджетов. Виджеты у каждой темы свои, это вы тоже должны принять. Настройки темы старые тоже пропадут, если у вас были какие-то свои настройки темы, они все отвалятся. Вот, также специализированные посты, которые вы делали в конкретной теме, тоже могут отвалиться. Это тоже такой момент, с которым вы можете столкнуться. Вот, еще на что можно обратить внимание, это то, что полностью шорткоды изменятся, старые которые вы использовали в теме и отдельные там ползунки в разделы сайта, тоже все может пропасть. Ну и конечно же напоследок, что может, на что не повлияет переключение, да? Переключает, не поменяет смена темы на загрузки всевозможных мультимедиа, картинок по отдельному URL-адресу, ну и конечно же видео, которое у вас хранится на сайте. Поэтому всевозможные контент, тексты, изображения и посты, которые там у вас сделали, если они у вас выводятся на тех же старых местах, сама текстовая часть никуда не денется. Вот, но помните, что миниатюры имеют собственные изображения и часто привязаны к теме, поэтому скорее всего миниатюры могут отвалиться. Поэтому с этим моментом вы должны тоже столкнуться. Итак, резюмируем. Выбор темы действительно позитивно влияет на продвижение. Если же вы будете правильно выбирать тему, которая имеет user-friendly SEO показатели, то у вас не будет никаких проблем с продвижением. Единственное, но вы должны правильно оформить свой переезд сайта с темы на тему, сохранив структуру ссылок, не потеряв в контенте и, конечно же, не потеряв в навигации. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Также с удовольствием буду готов обсудить этот формат видео и аудио подкастов с нами в нашей телеграм-группе. Если вам нравится этот формат подачи информации, я буду продолжать делать дальше. Задавайте вопросы и я буду раскрывать их в следующих видео. Пока-пока!